Состоялось совещание о порядке размещения нестационарных торговых объектов и развития малого бизнеса на территории городского округа. В нем приняли участие сотрудники администрации, руководители структурных подразделений, а также местные предприниматели. Согласно схеме, утвержденной до 2021 года, в муниципалитете может размещаться 300 торговых павильонов. За последние полгода на территории городского округа Люберцы демонтировано 253 нестационарных торговых объектов. В настоящее время все павильоны и киоски размещены в соответствии со схемой. Однако работа по выявлению незаконной деятельности предпринимателей продолжится в дальнейшем. Владельцы торговых точек, нарушающих законодательство, будут привлечены к ответственности. Мы не ставим задачу у одних отобрать, у других дать. И есть требования, которые связаны и с размещением нестационарных торговых объектов, есть требования по архитектурному облику. И, понятно, последних полтора-два года мы этим вопросом занимаемся. Павильоны и киоски, которые отстояли свое право на существование, в течение шести месяцев должны принять единый архитектурный облик. Согласно нормативу, в городском округе может размещаться только 300 нестационарных торговых объектов. На 85 объектов нестационарной торговой деятельности будет проводиться аукцион. Опубликовать мы его планируем после майских праздников сразу. Это будет 11-12 мая. Плюс 30 суток. И будет проведена сама процедура аукциона. В это же время пройдет процедура заключения договоров на летнюю торговлю. Таких объектов в городском округе может размещаться 59. Сейчас свидетельство на данный вид деятельности выдается не на три года, а на пять лет. Луиза Егязырян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.